Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Он руководил республикой в самые тяжелые годы. В 7-й гимназии Махачкалы присвоили имя видного политического и государственного деятеля Магомеда Лимагоменова. Возвращение на ковер. Абдул-Рашид Садулаев приступил к тренировкам после недавно перенесенной операции. Смотрите эксклюзивное интервью чемпиона в спортивном блоке выпуска. Дагестан оказался в тройке регионов с наиболее высоким уровнем безработицы, как в СКФО, так и в целом по России. Об этом сообщают ряд федеральных СМИ с ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, которая заявила об этом в ходе совещания по вопросам потребностей экономики в кадрах. По итогам обсуждений, руководству республики поручено разработать комплекс мер по улучшению ситуации в ближайшие годы. Дагестанский рис может скоро оказаться на прилавках китайских магазинов. Это предусмотрено изменениями к протоколу о фитосанитарных требованиях от 2015 года. Напомним, в данное время экспорт этой продукции ограничен пятью дальневосточными регионами. Однако российское правительство приняло предложение Минсельхоза, предполагающие поставки из всех регионов страны. Мэр Махачкалы навестил раненого участника СВО. Аслан Курамагамедов добровольцем отправился на фронт в октябре 2022 года в составе спецназа «Ахмат». В феврале этого года в ходе наступления получил осколочные ранения, перенес несколько операций. Награжден Орденом Мужества и Орденом Кадырова. Решил поехать добровольно через спецназ «Ахмат». Если не он, не другой, кто защитит нашу родину. Другим показать пример, чтобы другие знали, сколько раненых, сколько мертвых. Таскал через спецназ. Сколько раз Сьющен спас, в очень опасных моментах меня Сьющен спас, помог. Я уверен, что ты своим мужеством заслуженно получил Орден и ты являешься примером для подрастающего поколения. Ты будешь своих детей воспитывать в таком духе, в духе патриотизма, человеколюбие, государство любия, уважения, которое ты в своей жизни у всех старших приобрел. Юсуп Умавов привез детям Аслана подарки. Глава города отметил, что мэрия Махачкалы всегда готова оказать необходимую помощь для семей участников СВО. В Махачкале прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти героя труда, бывшего руководителя республики Магомед Али Магомедова и присвоения его имени гимназии номер 7. Среди почетных гостей мероприятия были представители региональной власти, родные и близкие политического и государственного деятеля. Открылось мероприятие с исполнения гимнов России и Дагестана. Собравшимся также рассказали об огромном вкладе, который внес Магомед Али Магомедов для сохранения мира и спокойствия на территории нашей республики. Я в гордости хочу сообщить, что нашему общеобразовательному учреждению гимназия номер 7 города Махачкалы выпала честь удостоиться носить имя этого легендарного Дагестанца. Магомед Али Магомедович выходец из сирения Левашей, сын простых горцев, сельский учитель, знавший наизусть Амарла Батырая, Михаил Юрьевич Альермонтов, Александра Сергеевича Кушпина, Расула Гамзатова и многих других великих поэтов и прознайтов. На своем жизненном пути он достиг невероятных результатов. Далее состоялась церемония открытия мемориальной доски и возложения цветов. Десятки алых роз украсили небольшую постаменту памятной доски. Десятый открытый конкурс среди чтецов и хафизов Корана пройдет в селе Дылы Казбековского района 25 и 26 ноября. Об этом сообщает муфти от Дагестана. Он будет проходить по шести номинациям. Самый престижный – чтение наизусть всего Корана. Призовой фонд составляет полтора миллиона рублей. Заявку можно оставить по телефону, указанному на экране. И о спорте. Адул Рашид Садулаев начал подготовку к возвращению в большой спорт. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе приступил к легким тренировкам после перенесенной операции на шее. Напомним, серьезную травму капитан сборной России получил месяц назад в полуфинале чемпионата мира в Белграде. После операции в Москве Садулаев сразу приступил к реабилитации. В интервью нашему каналу вольник рассказал о сроках восстановления. На ковер он планирует вернуться уже в январе. Чувствую себя очень хорошо, альхамдуллах. Да, первый этап реабилитации я прошел. Это трехнедельный такой период был. Тренируюсь в таком легкой форме. Здесь на берегу моря. Без ковра практически все упражнения делаю. И не давая нагрузку на шею. Ну то есть это все идет по плану. Ты не рано начал? Какие-то я вижу здесь утяжелители, там гантели, штанги, там уже поднимаешь камни. Нет, если... Врач тоже мне сказал, что если я не буду давать нагрузку на шею, остальное все я могу в принципе делать. И, ну... Я чувствую, что мой организм это все выдерживает. Самое главное, моя задача была, это успеть на Олимпийские игры. И я отправлял свои снимки в Германию, там разные клиники. И все врачи в один голос сказали, что срочно нужно меня оперировать. Врач Дмитрий Николаевич Зукаев. И он мне сказал, что если я буду следовать его рекомендациям, если я буду проходить все этапы реабилитации, которые он скажет, то он мне дает гарантию, что я успею уже к Новому году, к Новому году. В конце января обычно у нас проходит оригинский турнир, что я на оригинском турнире смогу полноцельной форме выступать. В столице прошло первенство Махачкалы по ушу Саньда в честь чемпиона мира и Европы Мурада Ахадова. За звание лучших в четырех возрастных категориях боролись 157 юных спортсменов из разных школ и клубов столицы. Победители определяли в командном и личном зачетах в 44 весах. В завершение призеров наградили кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова